Мы продолжаем знакомство с художницей Татьяной Дедовой в ее мастерской на улице 4-я Западная. В основе своей, все художники, с кем мы встречались, либо это казахстанцы, либо это дальневосточники, либо наша новоалтайская. Вот ты у нас как бы такой вот звоночек первый, который, в принципе, ивановская художественная, но, опять же, по текстилю. Как сложно было входить вот в этот круг живописцев, графиков. Ну, это, опять-таки, Глеб Александрович Белышев, который нас не оставлял никогда в покое, там, скромничаешь, не скромничаешь, хочешь, не хочешь. Он мог прийти и сказать, так, завтра, послезавтра будет выставком, давайте, смотрите, давайте, ищите, что-то работы надо, мы будем выставляться. Были такие периоды, когда, как бы, мы выходили, вот, и тоже были у нас выставки коллективные, все это, и выставки, вот, в выставочном зале Союза художников. Я все это привлекала, нравилось, но не все художники, как бы, это понимали, в смысле, не совсем одобряли и говорили, ой, не надо вот картину рядом с тканями, не надо это все, и уж ткани тут... То есть ревностно относились. Ревностно, это было именно так. Художница с большим теплом рассказывает о своем учителе художнике по текстилю Глебе Александровиче Белышеве, так же, как и она в свое время приехавшему из Иваново. Тяжело было пробиваться все равно, вот, как бы, через трое мужчин маленьким хрупким женщинам. Ну, это действительно было вот как-то не всегда ловко, не всегда вот казалось, что он, а может, и не надо, а может, и не... Зачем это все? Вот. Ну, вот Белышев, он настолько нас как-то организовывал в этом плане. Как отец родной, он не только мог интересоваться, что мы тут делаем, как бы, производственные какие-то процессы, да, в мастерской, как художник работает, а как он живет, а есть ли у него что поесть, а где он спит, а как вот Иванис, Софья Ивановна, вот, покойная супруга его, все время на пару там и пригласят к себе носа. Да, под ручку помню, да. Таня, приходи, ягоды будем собирать, там, яблоки. Вот и огурцы. От составления текстильного орнамента художница перешла к более свободной, но и технологически более сложной форме росписи ткани – губатику. Как сказала Юлия Кикать, начали заниматься тряпками. Ну, так оно и есть, да, что, как бы, работа, она всегда была с какими-то тканями, хотелось какой-то свободы, ведь производственный текстильный рисунок – это рамки определенные, рамка в цвете, определенные припоны, там, законопостроения, рапортное построение рисунка. А тут, ну, а тут батик, эх, сейчас вот как тут, махнешь кистью или что-то, там, вот, что хочу, то и сделаю. Татьяна Дедова не только занимается со всеми желающими в своей мастерской живописью, батиком, скульптурой, но и устраивает отчетные выставки вместе со своими учениками. Просто поработать и разойтись как-то неинтересно. Я решила, что почему бы нет, потому что работы интересные стали, а потом, когда уже задумали какую-то выставку, а давайте в этом году у нас будет выставка всем. Ах, как интересно, а что я могу, а что, и вот с каждым прорабатываешь, с каждым решаешь какой-то вопрос, надо же зажечь. А вот и история о первом мольберте, который у художницы появился довольно рано и довольно необычным путем. У меня дядя работал водителем автобуса, и какой-то пьяный художник оставил мольберт с красками. Оставил мольберт с красками. И он привал домой. И он принес, говорит, ну, Танюшка, давай рисуй. Вот, вот тебе, значит. Ну, а до этого я, конечно, любила в детском саду, я там какие-то узоры, вот почему-то узоры, а какие-то типа ковровые рисунки. Все на площадке гуляют, а я на листочек с собой там. И вот я, иди, Таня, погуляй, иди там, иди. А я вот сижу и какие-то орнаменты ковыряю. Потом морозное узорное стекло в автобусе тоже. Вот для меня это было вот как что заледенело, как что за это, я скорее там что-то рисую. То есть это заложено уже было. И вот этот этюдник, который вот сразу, для меня это сразу я поняла, о, что такое краски, что такое кисти. Ты благодарна этому художнику? Конечно, конечно. Там все было, там все свеженькое такое. Пошла какую-то картонку, нашла чего-то там. И с чего я там все это поняла? Сколько мне было? Ну, лет семь, наверное. Может, что-то где-то видела. Я нашла луковицу, в стакан воды поставила. И вот я это рисовала. Приятно бывать в мастерской у женщины, которая много творит, которая создает для нас вот такой вот прекрасный, удивительный подарок. То есть вот шелк и платье, которое она делает сама. И вот такое вот очаровательное. Все то, что мы сегодня с вами видели. Сегодня мы завершаем знакомство с творчеством Татьяны Владимировны Дедовой, чтобы продолжить его вновь на выставках, в галереях и художественных салонах. А мы увидимся через пару недель. С вами были Александра Вась, Николай Шелко. Наши новости. И введут там и девчонки. Спасибо. Спасибо. Спасибо.